Добрый день. В Argus есть достаточно развитые средства визуализации лидарных данных, но всегда хотелось бы большего. То есть не только посмотреть на эти облака точек, но и извлечь из них некую полезную информацию, желательно в векторном виде. Например, мы здесь в этих облаках видим строение, и хотелось бы хотя бы получить их контуры, чтобы потом загрузить в основную GIS-систему. В последних версиях Argus, в десктопе и в Argus Pro появились новые инструменты классификации лидарных данных. Вы сейчас видите облако точек без классификации, то есть у каждой точки нет никаких атрибутов. И перейдя в соответствующие панели, вы увидите два новых инструмента, Classify Ground и Classify Building. Один инструмент отделяет поверхность земли от всего остального, другой инструмент ищет по характерной форме облаков точек крыши зданий и классификации рыбы. Сейчас я не буду запускать эти инструменты для экономии времени, времени я просто покажу результат, который они дают на выходе. Коричневые точки – это поверхность земли, красные точки – это крыши зданий. Инструменты не требуют тонкой настройки, делают практически все автоматически. Там есть некоторые параметры, но их количество минимальное. И что можно дальше сделать с этими результатами? Можно, например, загрузить их в растр и первым делом получить цифровую модель рельефа. Можно включить отмывку, смотреть, насколько она качественная. Можно смотреть на цифровую модель местности, где каждому пикселю соответствует высота здания или дерева. Тоже можно включить отмывку. И можно сделать растровый продукт, в котором показана яркость отраженного сигнала. Получаются некие псевдоцвета, похожие на черно-белую фотографию. Ну и, наконец, есть еще один инструмент, который не входит в стандартную поставку Argus, но его можно скачать на сайте Argus.com. Что он делает? Он берет облакоточек, автоматически тоже не спрашивая практически никаких параметров, классифицирует и выдает на выходе контура строений. Причем я хочу показать, что выдает он их достаточно точно. И еще можно, в принципе, Vargist Pro с помощью специальных настроек слоя превратить эти двухмерные контура в трехмерные строения. Причем, поскольку мы изначально извлекали эти данные из лидара, то в этих контурах содержится информация о высоте здания и даже есть возможность извлечь форму крыши здания и получить вот такую трехмерную сцену без текстур пока что. Но, тем не менее, видны этажи и видны крыши. Естественно, эта классификация не идеальная, то есть ее надо проверять, корректировать, но, тем не менее, такая классификация способна радикально сократить количество ручного труда по сравнению с ручной оцифровкой контуров по снимкам. Это все, что я хотел показать. Спасибо.